Здравствуйте, королевцы! Здравствуйте, земляки! У меня для вас есть очень хорошая новость. Если вы следите за тем, что происходит на сайте Честный Королев, то наверняка видели публикацию, которая называется «Географ совесть потерял». В ней рассказано о страшном дорожно-транспортном происшествии, которое имело место 14 сентября прошлого года и в котором тяжело пострадал 30-летний мотоциклист Михаил Ветров. После этого ДТП была очень некрасивая история, связанная со следователем Виталием Черниченко, который в течение полугода не мог возбудить уголовное дело против виновника этого ДТП, учителя географии Дмитрия Косова. Совпадение или не думаю, как говорит один известный персонаж в телевизоре, но через два дня буквально после того, как на сайте Честного Королева появился этот материал, уголовное дело было возбуждено. Мы поговорили с Михаилом Ветровым, в разговоре участвовал я и юрист Николай Старостин. — Расскажи, что произошло? Вас вызывали в отделение Королевской полиции и, видимо, какие-то изменения произошли в твоем деле, в котором давно изменений не происходило никаких. — Да, произошли, хотя бы его завели, хотя бы это уголовное дело, вызывали в Королевский отдел полиции, но это надолго сказали, но ничем не порадовали, только сказали, что это все затянется, готовься, дай Бог, к сентябрю месяц, потому что дадут. — А что может произойти к сентябрю? — Ну я хотя бы его, может быть, к сентябрю передадут в суд, а там так уж по судьбе. — А скажи, ты связываешь как-то вот резкие такие подвижки в этой истории с тем, что все-таки мы материалы публиковали и вынесли в публичное поле саму ситуацию? — Ну, как же не связывать, если группу берем, мы с вами видео отсняли, а через день, на следующий день, на гневе милицейских работников появилось уголовное дело. Конечно, связано. — Скажи, а заметил ты какое-то изменение в отношении следователя Черниченко, Виталия Черниченко в этой истории до того, как мы снимали ролик и до того, как мы эту историю огласили и после? — Ну он очень недоволен был видеороликом. С матери взяли подписку о неразглашении каких-то там материалов. Ну то, что она ознакомилась, как свидетели ее запрашивали. Вот. Но с ней никакой бумажки ничего не взяли. Так что... Ну, недовольный был очень. Пять раз повторял. — Давай, Николай, тогда старостин задаст тебе тоже несколько вопросов. — Миш, привет. Слушай, смотри, какие вопросы. Следователь с тобой связывался или с твоей мамой вот после того, как мы отсняли ролик? Что он там сказал? Ну, более подробно там, недоволен, недоволен как-то выражался конкретно. — Ну, следователь связывался с нами. Ну как, набрал, что придите в понедельник к УВД. Вот. И, ну, был очень недовольным того, что сняли этот видеоролик. Очень сильно негодовал по этому поводу. — А что конкретно сказал? — Ну, что не надо это разглашать. У нас такая работа. Говорю, ну а как же, полгода уже 7 месяцев нет уголовного дела. У нас такая работа, да, по-другому никак не получается. — Только он так обосновал свой вот этот затяжной процесс доследственной проверки. И все. Больше никак не пояснил? — Ну, конечно же, нет. Ну, пытался, говорит, вот этот второй участник ДТП типа не виноватый. — Это он так сказал? — Ну, да. При адвокате, при моем. — Понятно. Все. А какие-то материалы доследственной проверки твоей матери передавали? Ну, в смысле, ознакомиться? Пощелкать там на мобильный? — Ну, давали только то, что о заведении уголовного дела и все. На этом все даже. Даже получается, почему-то вот, ну, когда в документах было описано мой адрес домашний, да, который все знают прекрасно, а рядом с этим человеком даже адрес не написали специально. — То есть, там пара-тройку документов и все. То, что о заведении уголовного дела больше ничего не давали почитать. — Ну, то есть она пришла, и исследователь сказал, вот, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами дела, постановление возбуждения вам, а больше остальное вы не сможете посмотреть. То есть так выходит? — Да, то есть ничего вам не дадим такого посмотреть. Ну, он ее в основном попросил по видеознаписи, которая у нас в предыдущем ролике включена. Ну, как, ну, что он изъял эту видеознапись якобы. Вот, и все, в принципе, все. — А какие перспективы сам следователь Чередниченко этому делу дает? Вот его оценочное мнение, либо как профессиональное мнение следователя? Он сказал это, если задавались такие вопросы ему? — Ну, он был очень недоволен видео и говорил, что не раньше сентября будете, как бы, ну, скорее всего, не раньше несколько месяцев мы будем все это рассматривать. Ну, короче, катать он за яйца, честно говоря. — Да, Михаил, я тебе перебью. А с чем это связано? Поясню, почему такой затяжной момент от возбуждения дела до передачи этого данного дела на рассмотрение в суд? Не объяснил? Я не знаю, он не пояснял, типа, у нас такая работа длинная, ничего так быстро не бывает. Хотя мне лично это странно. — Это правда странно, да, ты как считаешь? — Я думаю, что действительно странно, потому что медицинские справки-то он уже должен был затребовать из соответствующих организаций. О том, что есть тяжкий вред здоровью Михаилу нанесен, средней тяжести, в том числе, там все перебито во весь организм практически. Прямо по справке я видел. Поэтому единственное, что затребовать эти документы, а остальное уже опросить данного гражданина, географа, скажем так. Вот. И все. И подписка не выйдет в данном случае. — Я это все прекрасно понимаю, не что это прибиваю. Я просто с ним разговаривал, говорю, ну вот сегодня понедельник, вы, наверное, завтра будете этого географа подопрашивать. Вот. На что мне прозвучал ответ, ну может и не будет. — То есть он скажет, мы и не будем его даже подписывать. Не то, что опрашивать, даже не выезд в адрес не сделаем, да? Чтобы его доставить приводом, чтобы опросить. — Да, да, да. Ласково. Наверное, ковровую дорожку пристелить перед УВД надо. — Понятно, понятно. — А меня больше вот еще, Михаил, интересует, знаешь, момент какой-то, что существовал на самом деле, как говорится, экспертный документ по твоему состоянию здоровья и по тяжести, полученный к тобою травм во время дорож-транспортного происшествия. Но вы о его существовании ничего не знали, а узнали только после того, как появился ролик в интернете. — Ну, это как бы мы еще всего уголовного дела не посмотрели, что там нет, там ничего не знал. — А написано вами заявление о том, чтобы специально прямо заявление, допустим, там Лащука начальника или еще кого-то, о том, чтобы вас в соответствии с законодательством ознакомили с материалами дела? Вы писали такое заявление или вам просто они сами предложили ознакомиться? — Нет, не писали. — Но даже в устной форме, если она попросила бы ознакомиться, они бы выдали. Но он просил, но не дает. — Тогда скажи, Миша, а дальнейшие ваши действия какие? Вы просто будете как бы ждать какого-то звонка из полиции? Либо вы знаете уже дальнейший алгоритм ваших действий? — Ну, я не знаю, что ждет у меня адвокат. Я, честно говоря, не знаю, что он ждет. А нам хотя бы ждать звонка из милиции, хотя бы что там происходит. — В общем, получается, что уже 7 месяцев, да, ты, считай, вообще без каких-либо, ну, как говорится, доходов существуешь, можно сказать. И даже не можешь получить до сих пор никаких выплат, в том числе и от всеми уже известного географа. — Ну, ни от кого, ничего, он себя виновным не считает, а выплаты. Извините, как я дойду, если правильно мать говорит. Во-первых, прохладно, во-вторых, извините меня, сейчас хоть обещали как-то полегче инвалидность, получать хоть 10 раз туда бегать не надо будет, потому что он не набегаешься, в моем случае. — А, мне такой вопрос, Миш, смотри. Сам Косов выходил на связь? Он вообще уведомлен, я так понял, он не уведомлен, а может и уведомлен о возбуждении уголовного дела? И вообще он как-то реагирует? После даже не следственных мероприятий? — Нет, я его не слышу, извините, не вижу его, и знать не знаю где чего, но в данном случае, как бы, я ожидаю, конечно, что он будет уведомлен, если дело возбудили, извините, как подозреваемого, его, конечно, должны уведомить. — А, я понял, Миш, слушай, у меня такой еще вопрос интересный будет. Вот когда был опубликован вот этот материал на Честном Королеве, в том числе в группе, в городских пабликах Королеве, в том числе в официальном Королеве, там некто всплыл, один персонаж, под ником соответствующим, с левой страницы начал очень подробно расписывать ситуацию, что якобы винародить. — Да, я это видел, я комментировал. — Вот, комментировал. Как ты думаешь, кто может скрываться за этим, скажем так, левой страницей, потому что некоторые моменты из того, что написывает, они личного характера, ну, на мой взгляд, из той ситуации. Вот. Как ты думаешь, может это наш гражданин Посов всплыл, неожиданно после публикации, начал комментировать в жесткой форме, то есть он там тебя и обзывал соответствующе, меня там соответствующе... — Чего маленький сынок какой-то, я что-то видел, как неприятно. — Как думаешь, это кто-то из его родственников или он сам? — Да, скорее всего, сыновья, у него же, по-моему, один или два этих сына, так что... Ну, возможно, кто-то, извините, более-менее к моему возрасту приближенных, я сомневаюсь, что сам Посов сидит и комментирует, но какие-нибудь близкие родственники, скорее всего, участвовали в этом уж. Извините, это никто не увидел. — Потому что, да, Миш, потому что ситуация такая, что когда эти публикации пошли, в смысле его там высказывания под этими всякими публикациями нашими, в честном королеве как следствие, такой момент — «Люди встали на твою сторону». Ни одного там высказания в отношении на стороне Косова не было, только все на твою сторону перешли. Даже в отношении Косова там, скажем так, в отношении данной его страницы сказано будет соответствующее высказывание. Ладно, Миш, я понял, смотри, напоследок могу сказать, на своем опыте, скажем так, юридической практике, если простимулировать, скажем так, следственные мероприятия, и если там какие-то есть нарушения, я считаю, что там нарушения есть, можешь от себя либо твоей мамы, как законный представитель на данный момент, пусть напишет заявление в управление ФСБ по Московской области, пусть проверят все, скажем так, уголовный розыск наш отдел или где там сейчас этот материал до следствия проекта. Ну, смотри, такое что нарушение, нарушения уже были зафиксированы прокуратурой, на самом деле нарушения уже есть. Да, и как следствие, просто еще в документах пороются, потому что вот эти все высказывания следователя, что вальяжно как-то работает, хочу, не хочу, да еще предвоказательство им сказано, но это уже не перебор, скажем так, пусть проверят, хуже не будет. И, как следствие, после работы данных, скажем, органов, может, что-то всплывает интересное, и, скорее всего, твои права будут потом восстановлены, и ты получишь то, что надо, и виновник будет наказан. Главное, что первый шаг сделан, и это главное. Первый главный шаг – возбудили дело, дальше уже по накатанной пойдет. Хоть и взяли с законопредставителями нашего Михаила Ветрова, и то есть его мамы, как законопредставитель по уголовному процессуальному кодексу на данный момент, кроме адвоката, который сейчас появился, подписку о неразглашении, но даже какие-то общую информацию дать следователь и его начальник были обязаны. В том числе дать информацию на ознакомление с материалами доследственной проверки и материалов уголовного дела, что закреплено уголовно-процессуальным кодексом, они тоже были обязаны это делать. А что произошло? Не дали такой вопрос постановления, не дай Бог, что и на этом рады должны быть вы все. Это уже нарушение уголовно-процессуального законодательства. Второй момент. Сам гражданин Косов, который должен был явиться для опроса, ибо его должны были приводом доставить к следователю Чередниченко и опросить, это не было сделано соответственно. Следователь даже не скрывает этих фактов. То есть тоже нарушение федерального законодательства и уголовно-процессуального кодекса. То есть не опрошен приводом, не доставлен для опроса и так далее с соответствующими нарушениями. В том числе были нарушены факты, такие вот интересные факты о том, что, я так понял, незатребованные материалы из медицинской организации. То есть медицинская экспертиза не была проведена. Либо проведена, но соответственно с соответствующими данными, которые сейчас не хотят предоставить законным представителям потерпевшего. То есть могут какие-то вполне возможные, как я считаю, подобные документы. Но хотя бы даже в областной форме следователь должен был сказать, что там все нормально, то все сделано или не сделано. Какие там факты. Средней тяжести вред здоровью нанесен. Михаилу тяжкий вред. Это не было сказано. И особенно, что меня лично добило, было сказано следователям, Михаил рассказывает в присутствии адвоката, что у них такая вот работа интересная. Давайте, дай Бог, через год передадут данные возбужденные уголовное дело в суд. Но, извините, есть соответствующие нормы УПК, где есть разумные сроки. Они, конечно, растянутые понятия расписаны. Разумные сроки. Но год – это слишком много. Максимально полгода с момента подачи заявления до передачи уже возбужденного уголовного дела в суд. А тут год минимум. То есть здесь какие-то скрываются факты, которые нужно проверить надзорным органам. И вполне возможно что-то найдут. Может что-то даже потерять документы там следователи. Уже прецеденты есть, например, как с Романом Ивановым. Тут что-то потеряно было. Поэтому я считаю, что Михаилу надо все-таки обратиться. Нарушения здесь многочисленные со стороны следователя. Не знаю насчет, покрывает его именно начальник МВД его подразделения. Но Михаил должен обратиться в следственный комитет, а лучше, конечно, ФСБ. ФСБ могут провести соответствующую следственную проверку. Максимально собрать факты. Либо сами в СКР, либо уже готовый материал отдать в СКР. Там у вас будет уголовка. Вполне возможно. Но в любом случае с этим материалом он тоже имеет право ознакомиться. Либо представитель. В данном случае это его мама, либо адвокат. Как мы теперь до следственного права, так и если у вас будет уголовка, то и так далее. И все эти моменты высветятся. Сразу будет понятно, кто прав. Просто это следователь не дорабатывает ненадлежащее исполнение своих служебных и должностных обязанностей. Скажем так. Просто какие-то там движения идут. Либо там что-то более серьезное. Вплоть до уголовной составляющей со стороны следователя. Вот это как раз поставит точку именно надзорного органа, который я сейчас перечислил. Следственный комитет ФСБ. Только так. С Михаилом мы на связи. Он будет сообщать о дальнейших действиях своих. Хотя бы в общих чертах. Хоть подписка была дана, но в общих чертах будет держать нас в курсе. Я думаю, королевцы многое что узнаете потом. Так. Так.